Сейчас два победителя будут выявлять сильнейшего. Ну и напоминаем, что сам выставочный матч, ограниченный 52 минутами, представляет из себя поочередное забитие шаров. Здесь игра не ведется до 8 точных попаданий в партии, а играется, собственно, сет до момента, пока все шары не будут забиты. Сейчас спортсмены определяют очередность разбоя, но и для вас на протяжении этих 52 минут будет работать дуэт комментаторов в составе Юрия Царицына и обладательницы Кубка Европы, 10-кратные чемпионки России, мастера спорта международного класса Ольги Левин и Ольга. Рад приветствовать вас на комментаторской позиции. Добрый день, дорогие зрители. Ну что, ожидаем, что это будет яркая игра, наверное, наполненная динамикой, азартом и какими-то такими действиями, которые достойны обладателей Кубка Мэра. Это будет наверняка очень активная игра, потому что здесь освобождены спортсмены от грузоответственности и, соответственно, будут играть именно в свою любимую игру. Будут проявлять фантазию, будут проявлять свои таланты и без страха ошибиться, без страха проиграть. Соответственно, это должна быть очень красивая игра. Тем более, главный трофей они оба уже выиграли, поэтому здесь немножко им будет полегче, попроще. Возможно, чуть-чуть сложнее будет Евгению, потому что он борется с девушкой, а девушка именитая и действительно абсолютно смело играет в активный мужской бильярд. Ну вот пока начинает активнее, да, Евгений Салтовский. Два шара он уже положил. Ну, Диана это позволила сделать, разбила таким образом пирамиду, что много позиций для сыгрывания. И, как я говорила, очень смелая игра. Как раз Евгений ее показывает, без сомнений. Ну и чем дальше по времени, чем ближе будет сначала экватор встречи, а потом ее окончание, тем активнее, наверное, спортсмены будут играть на кладку, на забой, на забитие, что называется. Вряд ли мы увидим здесь большое количество отыгрышей. Даже удивила меня ситуация, что отыгрыш случился. Ну, наверное, там в позиции нет ничего адекватного для сыгрывания. Я думаю, что долго отыгрыши не будут проходить, потому что это неинтересно ни в характерах обоих игроков. Ну и тем более, да, сам формат телевизионной вот данной разновидности не предусматривает их большое количество. У Дианы есть преимущество в том, что если она проиграет, никто не скажет ничего в минус. А если выиграет, опять лавры будет собирать. Евгению здесь чуть-чуть-чуть больше нагрузки, ответственности. При этом показывают все равно отыгрыши. Вообще не часто доводится видеть матчи, когда представители разных полов друг с другом играют. Вы знаете, будет проведен чемпионат Москвы, по-моему, на следующей неделе, да, где будет именно парный турнир «Мальчик-девочка», «Мужчина-женщина», так называемый турнир. Игра через шар, имеется в виду через удар. Один удар делает мужчина, другой удар – девушка. И это парная игра, такой формат очень интересный. Он, во-первых, мобилизует на всем протяжении игры спортсменов, потому что ответственность за командную игру – это большая ответственность. Когда партнеры друг с другом общаются, получается единение и объединение. Соответственно, объединение сил увеличивает, наверное, устойчивость такую моральную. Не запутаться бы вот в этой очередности ударов, вы сказали, что через шар, то есть бьет, например, мужчина из пары, следом бьет противница из другой пары. Нет, почему? Если забил, пара играет, пока забивает. Да, это понятно. Нет, не запутается, потому что каждый следит за очередностью игры соперников и друг друга. Нет, не было никогда каких-то проблем. Как-то такие турниры уже проводились, игры такие уже были, опыт есть, проблем не видели. А когда этот турнир предполагает? Он 21 мая, насколько я помню, надо в календарь смотреть. Ну что ж, будем… О, везение. Да, думаем, что будет достаточно интересно. Ну а здесь дурачок падает у Евгения Салтовского, за что он извиняется перед Дианой. Вот видите, атаковал совершенно другим, в другую лузу. Ну, совершенно спокойно, даже не прицеливаясь. Ну, потому что он очень свободно себя чувствует. Ну, я, наверное, могу извиниться за то, что говорила о нагрузке и ответственности для Евгения. Он совершенно спокоен, свободен и играет с Дианой практически в пул. Одна партия закончилась. Евгений ведет. Нам надо понять, с каким счетом. Но, видимо… Неограниченно сейчас будет. Этот ворот неограничен. Нет, я понимаю, просто тут же не считается по количеству выигранных партий, тут считается по количеству забитых шаров. Вероятно, введется счет судьями. У нас нет информации, где они этот подсчет ведут. Ну, я думаю, что через какое-то время мы обязательно эту информацию узнаем. Итак, на вот этот стартовый отрезок понадобилось 4 с небольшими минуты. Довольно скоротечная такая, динамичная игра. Ну, и теперь Диана у стола. Она совершенно четко видит свою игру, что сейчас будет делать с продолжением. Ее любимая игра, когда позиция есть хотя бы немножечко на столе, а этот разбой позволил ей… Это сразу повод для атаки. Да, здесь даже запутаться негде. Разгуляй на столе. Так, пока 3. Еще один прицел. Ох, как! Да, это любимый Диана удар с очень большим накатом, с очень сильным накатом. Это и удар поверх шара, и мощное сопровождение. Ну, совершенно четко видит игру. Знаете, есть такое состояние, когда даже не надо думать, не задумываешься о том, что происходит. Просто видишь и действуешь. Даже почти на бессознательном уровне. Иногда спортсмены, игроки… По инерции? Да, уже все, да. Ощущения уже на уровне именно ощущений происходит, понимание, что ты сейчас будешь делать. Редкие случаи, которые заставляют задуматься. Когда поляна открыта, такой термин у нас есть, когда открыта поляна, тогда не нужно думать о том, что делаешь. Ты просто чувствуешь, все уже наиграно, все уже натренировано. И ты идешь по пути подсознанию. Подсказываешь, что надо. Вот туда и идешь. По-моему, вот сейчас семь шаров у Дианы, если я не ошибаюсь. Восемь. Или восемь. Восемь, да. Уже все восемь успела Миронова отправить по назначению и таким образом камбэк совершает. Когда в тренировках есть возможность не думать о счете, просто натренировываешь, спортсмен уходит иногда в такой транс неким. Он не осознает, что происходит. А потом ему там тренер говорит, а ты вот сделал серию из сорока там одного шага. Да, правда, ну ладно, пошел дальше. Как это я сумел и когда это случилось, спрашивает спортсмен. Вот знаете, это состояние, оно очень комфортное для психологии человека. После такой игры, после вот такой вот некой игры в трансе, когда отключается голова и работает только по сознанию и телу, человек, во-первых, отдыхает, не устает, может играть бесконечно. Ну, ну, да. И состояние абсолютного, знаете, совершенства, наверное, или всесилия появляется. И благодаря этому состоянию спортсмен начинает верить в себя и совершает на турнирах иногда невероятные действия, наверное, так скажем. Вы, выдает какие-то сумасшедшие удары. У нас вчера показательный матч был Плешкин с Пашинским. Да, 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 я слышал про этот матч, где в контровой партии со счета 0-7 Юра отыгрался и сумел выйти в полуфинал. Он не отыгрался, он собрал с Кия 8 шаров. Опа, а здесь, посмотри, у Дианы, да, падает дурачок. Но это Алла Верды Евгению за предыдущий аналогичный шар. 1-1. Отыгрался со счета 0-7, да. Слово «отыгрался» может быть неправильно воспринято. Не был произведен отыгрыш, а это был произведен кампы. Понятно, что, да, выиграл со счетом 8-7. Диана с удовольствием, я вижу, играет, потому что здесь она вот развернуться может. Ну и вот сейчас ошибается. Да, так сложно, конечно, по шарам считать. Давайте мы будем считать по партиям. Помним сейчас, что счет 1-1. Сейчас выставят шары. А сколько я помню, 8-0, 8-0 было. Да, по сухой партии получилось, да? По-моему, да, если уж, простите, если я ошиблась, насколько я помню, было так. Сейчас, наверное, 6-1 получается. Ну вот выставленных на полке шаров я не вижу. Но, судя по ощущениям, да, что-то вот в районе этого счета. Ну, видно, что абсолютно раскрепощены оба спортсмена. Диана сейчас играет прицельного, попадает, несложный удар, выходит под еще одного прицельного. Да, на первую встречу на этом турнире Кубки Мэра сыграла, по-моему, там минут за 15, со счетом 5-0. Посмотри, еще вращается. И, по-моему, там один или два шара, может быть, отдала. Диана вообще по ходу этого турнира, за исключением финала, она отдала всего две партии. И в первом матче, и, по-моему, в полуфинале, если я не путаю. Да, партия, а я говорила про шары. Прошу прощения. Этот турнир очень хорошо она провела, видимо, успела отдохнуть. Хотя для нее очень большая нагрузка в последнее время. Она чувствовала себя, уж простите, такой информацией извне. Чувствовала себя опустошенной, потому что очень много турниров. Так это, наоборот, хорошо. Почему вы просите прощения за информацию из меня? Это новости, которые любителям бильярда будут интересны. Конечно. И поймите, то, что она сейчас показывает, класс игры, он стоит очень многих трудов ее. И это нелегко для спортсмена проводить очень много турниров. Тем более на таком уровне, когда каждый соперник с тобой играет, ну, скажем так, как последний бой жизни. То есть собирается настолько, как собирается, концентрируется, что показывает невероятную игру. И вот топам, игрокам номер один, приходится постоянно в этой борьбе находиться. И выходить в финалы, на первые места через большие, серьезные битвы. А это очень непростой труд. Согласен, абсолютно. А у нас, тем временем, вторая партия осталась за Дианой. Таким образом, 2-1 ведет россиянка. Сейчас достойный ответ готовит представитель Белоруссии. Молодой спортсмен. Тоже хорошую игру, показывает на Кубке Мэра. Ну вот, судя по финалу, очень такие у него уже не плотные удары практически во всех его подходах. Понятно, что существовали разные позиции, да, и в них он действовал тоже определенным образом. Но вот такой забивной товарищ просто ранее не доводилось комментировать матч с его участием. Но вот новое имя для нас открылось. И красивую игру показывает, что очень приятно. Всегда интересно смотреть на новых игроков, которые показывают высокий уровень. А ведь, понимаете, да, что это, как уже говорили, большой труд. И то, что до этого, например, он не попадал в финалы. Ну, скажем так, игра-то у него только росла. И сейчас он только выходит на свой уровень. Значит, если он не потеряется, если будет продолжать в том же духе, должны быть игры и финалы с ним. Дай бог. Часто. Продолжает очень уверенно действовать Салтовский. Вот там стоит на дальнем коротком борту шар, который наверняка сейчас будет сыгран. Тут три борта. Сделал биток. И вторая партия идет в актив Евгения. Таким образом, по партиям 2-2 в этой свободной пирамиде ограниченной во времени. А прошло ни много ни мало 13,5 минут с начала матча. И вот за это время четыре партии успели спортсмены оставить позади. Опять с разбой такой не самый удачный. Есть открытая позиция. Небольшая, но есть. Ну вот в своем финале Диана с разбоя часто была точна. Вот перевод хороший делает. Уже не первый раз я вижу, как Евгений делает перевод. С которого можно, в принципе, все раскрутить. Можно понакатывать. Но я думаю, что он в какой-то момент, из-за того, что неудобно под правую руку позиция, он в какой-то момент делает либо перевод, либо подбой. Вот, не успел это говорить, он это сделал. Да, именно это необходимо для того, чтобы было удобнее играть. Там вот достаточно безопасный удар. Ну и пока у нас Евгений Салтовский продолжает штамповать точные попадания. Оль, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела на тренерском поприще. Знаю, что там активно происходит всегда деятельность. Вот какие изменения? Какие изменения? Всегда хорошие, всегда на развитие. Например, меня назначили руководителем по развитию нового отделения. У нас же есть в Крылатском новое отделение детско-юношеского спорта. И там как раз сейчас есть места для детей. У нас и русский, и пул. Также я там тренирую, обучаю детей. Если у кого, например, обращаюсь сейчас к зрителям, есть интерес, и у ваших детей есть интерес, у нас сейчас открыт набор. Приглашаю на какие-то отборочные наши мероприятия. Это в Крылатском, да? Да, в Крылатском, в новом современном ледовом дворце, с 5 русских столов, 7 пуловских столов, новых, красивых, с либо Кубка Кремля, либо Кубка Мэра, точно сейчас не вспомню, но вот такие столы очень качественные. И одно удовольствие заниматься. У нас там нет, это не клуб, это именно отделение, куда дети приходят заниматься. Нет отвлекающих факторов, у нас нет каких-то там чужих людей, все свои, дети в хороших руках. У нас занимается тренер и я, и Растимишин, Александр Евгеньевич. То есть у вас двое ведущих, да? Да, двое ведущих. У нас есть и по выходным дням школа, и по будням. Ну, то есть все удобства у нас, и есть возможность трансферу предложить для родителей детей. То есть, пожалуйста, приходите, занимайтесь. И сейчас это самое, скажем так, вовремя происходит, потому что новое отделение всегда, скажем так, востребовано для желающих заниматься. В общем, уважаемые родители, welcome, что называется, в Крылатской кольге Левиной отдавать своих детей учиться мастерству бильярда русского и не только. Да, это очень интересно. А дети же, когда занимаются бильярдом, они становятся более сосредоточены, они начинают больше уметь концентрироваться. Это сказывается на учебе в основной школе. Это очень полезное мероприятие. А еще осваивают логику. Ну, какие-то такие вещи, которые просто в жизни и с компьютерными играми, например, не получить. А еще есть физическая нагрузка, что тоже немаловажно. И причем она не травмирующая, как какой-то более такой физкультурный, скажем так, спорт. А физическая нагрузка какого характера? Ну, как же, в любом случае здесь происходит движение, проходит вокруг стола за одну тренировку, несколько, может быть, километров могут пройти дети. Потом, для того, чтобы выдержать, например, матч какой-то, нужно хорошо потренироваться. То есть, опять-таки, взаимосвязь психологии и физики тут тоже присутствует. Понимаете, а когда напрягается голова в концентрации, там напрягается и тело. То есть, надо выносливость повышать. И за счет тренировок повышается еще физическая выносливость. Ну, то есть, здесь такое, знаете, множество аспектов, необходимых для развития ребенка. А еще это же сложный координационный вид деятельности. Безусловно. Ну, то есть, для развития детей очень полезно. 25-24 в пользу Евгения Солдовского. Вот так вот. 25-24 записали и мы. Позади пять партий. На данный момент ведет Евгений Солдовский с перевесом в один шар. Очень аккуратно выставляют пирамиду, потому что обычно спортсмены предъявляют повышенные требования к установке, правильной установке пирамиды. Но сейчас, скорее всего, по привычке так ставят. Вроде бы, большого я не вижу, скажем так, интерес к установке пирамиды от спортсменов. Да нет, ну, бывает, доводится. Они и разбивают. Знаете, вот я вижу, что сейчас они разбивают так, чтобы, если получилось, получилось забить шара, чтобы можно было бы ския собрать в пирамиду. Ну, вы делали, да. То есть, делают красивую игру. Ребята нам показывают, как можно красиво собирать партийские. На этом турнире, в этот раз, на Кубке Мэра, было много игр длительных, таких затяжных, где соперники не позволяли друг другу получить какую-то позицию для сыгрывания. Очень много отыгрышей было. Но цена высока. Цена высока, да. И с каждым годом спортсмены больше чувствуют эту ответственность и ценность данного турнира. Ценность каждой игры, каждой партии, каждого шара. Мне иногда кажется, что именно для этих турниров наши спортсмены в большей степени и тренируются. Очень любят эти турниры, потому что повышается с каждым годом, находят все лучше и лучше какие-то элементы, повышается качество проведения турниров, организационные моменты, увеличивается призовой фонд, увеличивается количество зрителей, игроков. И у нас, насколько я понимаю, повышается, ну уже, мне кажется, даже некуда, но качество и кубков. Посмотрите сегодня, какие у нас оригинальные, красивые кубки. Вы имеете в виду их вид, как они выглядят? Да, это спецзаказы. Конечно, каждый раз спецзаказ, но все время что-то придумывают новое, интересное и красивое. Знаете, это говорит о том, что людям не все равно. Они делают турнир все время, ищут возможности улучшить его. Хотя уже много лет делаются в хорошем формате. Выходят на новый уровень, в общем, раз за разом. Да, все началось уже с Кубка Кремля, и практически на нем все и становилось. Напомним, что это пятый по счету Кубок мэра Москвы. Его призовой фонд суммарно как в женской, так и в мужской части соревнований, если я не ошибаюсь, составил 3 миллиона рублей. Самый техничный удар. Да, он очень простой, легкий, но, поверьте, большой труд за этим стоит. Сделать такой техничный удар. Ключущая встреча 32-25. Миронова. Сыгранно 20 минут. Все, вы прекрасно слышали. 20 минут позади. 32-25. Впереди Диана Миронова. Впереди Диана Миронова. Сила тайги. Сила реки. Сила гор. Сила духа. Сила воли. Сила. Сила семьи. Сила традиций. Сила движения. Сила света. Сила Сибири. Национальное достояние. Я вот запустил в начале матча таймер. И в сравнении с тем временем, который сейчас объявил диктор. У меня чуть больше 21 минута 50 секунд позади. Да, Диана стандартно пытается сыграть с фейка при разбитии. Если смотреть от нее, то в левую лузу это привычнее. Но иногда игроки используют такой прием, что если играют, например, против правшей, они разбивают в правую лузу. Ну вот мы сегодня упоминали эту тему в репортаже с Юрием Лобачем. Я просто вспомнил, что с Аней Мажириной тоже как-то работали. Она сказала, что зависит, правша или левша. Я Юре задал этот вопрос. Он сказал, что никогда ему раньше не доводилось слышать, что это какая-то тенденция, что есть какие-то статистические данные. Но вот, тем не менее, тактические, видимо, какие-то изыски здесь присутствуют. Ну, если, например, посмотреть повнимательнее, разбивая в левую лузу, все встает под правшу. Поудобнее, по крайней мере, сыгрывать, например, вот на той позиции, как сейчас подошла Диана. Все встает для нее более удобно. Это удобный подход к столу. Если подойти с другой, противоположный сейчас Диана. Да, это более удобно левше. Это, да, удобнее левше. Естественно, разбить в ту или иную сторону влияет на общую тенденцию игры. Но в данном случае надо понимать, что игрок делает. Он разбивает для себя, то есть надеется забить и дальше продолжить. Тогда, конечно, он должен под себя выбирать сторону. О чем говорит Разбудиана? Она под себя это делает. Я думаю, что для профессионалов самого высокого уровня, коими являются, безусловно, оба сегодняшних спортсмена, игру, которых мы наблюдаем, я думаю, что вот большой-большой разницы не имеет, с какой стороны там подходить к столу. Потому что все удары, как правило, натренированы и все позиции рассмотрены. Да, и в основном, заметьте, да, последите за игрой. Ребята выбирают перевод, например, какого-то шара, хотя могли бы сделать что-то немножко другое. Да, они выбирают перевод на ту сторону, с которой будет удобнее. Ну, то есть они выстраивают игру поудобнее для себя. И это отличает профессиональных игроков от любителей. Именно то, что спортсмен профессиональный умеет строить игру под себя. Как хорошо сейчас Салтовский Женя подкатил вот этого шара и оставляет практически на месте здесь после вращения. Семь шаров в этой партии, восьмой. Ха-ха! Пытался здесь абриколь исполнить. Не очень концентрированно, так, скажем так, легким касанием. Чуть попежонил, мне кажется, Салтовский. Абсолютно согласна. Очень красивый кадр. Азиана его за это наказала. Да, красивый кадр, но подбой не получился. Хотя, я вас уверяю, она планировала его. Там чуть-чуть мимо. Возможно, надо было с верхним винтом. А сейчас кто попежонил? Все относительно. Ну, конечно, да, если бы это был финал или полуфинальная стадия, я думаю, что вряд ли мы бы увидели такой удар. Ну, приятно наблюдать ненапряженную. Ну вот, слышали мы с вами и про 33-33, и про одинаковый счет, и в случае такового золотой шар. Посмотрим. Чем дальше, тем интереснее. Пока позади около 25 минут игрового времени. То есть, экватор. Спортсмены пересекли, и мы вместе с ними. Хотела как раз сказать, очень приятно наблюдать за игрой ребят, когда они не напряжены. У них лица расслабленные, приятные. Диана улыбается. Для зрителей также важно и приятно. У них и без того лица приятные, когда они и все играют на стадии более высокой. Понятно, что напряжение, конечно, там гораздо больше, и концентрация совершенно иная. Но все равно за ними приятно наблюдать. Слышно, как мелится наклейка с таким характерным скрипом. Я думаю, что да, некоторым телезрителям, возможно, особо чувствительным и очень приятно этот звук слышать. Но без этого никуда. Это входит в такую привычку у всех бильярдистов перед каждым ударом мелить кий, дабы избежать кикса. Обязательно, потому что если не мелить наклейку, она оббивается и становится такой гладкой-гладкой, как шар бильярдный. И, соответственно, представьте себе соударение этой гладкой наклейкой с шаром. Невозможно сделать удар с винтом, потому что соскочится, соскользит. Чтобы не соскальзывал кий, чтобы не соскальзывала наклейка с шара, создается шероховатая поверхность. Есть специальные инструменты для этого. И, конечно же, мелом покрывается для большего трения. Вот предыдущий удар не тот, который только что случился, а на один ранний Диана исполняла левой рукой. Хотя мы прекрасно знаем, что стараются обеими руками спортсмены такого уровня играть одинаково хорошо. Семь шаров в этой партии. И сейчас Мирон упрочивает свое преимущество. Помним мы, что по окончании партии предыдущей был паритет. 33-33. Но вот в одну калитку эта партия сложилась для Дианы. 8-0 и таким образом 41-33. Общий счет. Решаются какие-то вопросы. А, по установке. С пирамидой. Диана проверять не идет. Ни к чему доверяет. Прекрасный, да? Разыгралась. Без сомнений, правильность свояк. Красивый. Подбой не самый лучший получился. Но все-таки задача минимум выполнена. Забить с подбоя? Да. Забить с подбоем. Такое не самое лучшее продолжение. Не самое приятное. Она, может быть, выбирает все равно сложную атаку. Вот ради того, чтобы посмотреть, как она справится с таким непростым шаром. Но вот дальний пока не играет. Умирает прицельный в угол. Хотя вот сомневается до последнего. Наверное, будет тот игруш. Или такой мощный чужой. Атака, да. Чужой, конечно. Вы заметили, похоже, там была еще... Еще была мысль про свояка, видимо, в центре. Слишком он был близко для совпадения. Возможно, да. Но знаем мы, что нередко спортсмены в бильярде просчитывают на несколько ходов вперед. Так же, как в шахматах. Да и, наверное, можно справедливо назвать бильярд такими своеобразными игрой. Своеобразной игрой в шахматы. Так же называл Карпов, да, Карпов называл их в шахматном движении. Приписывают Каспару. Наверное, он тоже это обозначал. В общем, кто-то из них двоих. Салтовский играет прицельного в середину. Здесь Женя неточен. И в угол ничего здесь не падает. Хотя были моменты. Мне кажется, он подустал, потому что он только что провел финал. У него не было времени на отдых. Может быть, еще на каком-то старом заводе продержался. А сейчас чуть-чуть, чуть-чуть энергия его покинула. Я сейчас подумал на секунду, на каком заводе металлургической продукции, промышленности, еще каком-то. Имелся друг у друга завод. Завод, движка внутреннего такого. Здесь же невозможно просто играть, ничего не чувствуя. Не иметь, скажем, без нервов играть. Практически невозможно. Здесь нужно чувствовать себя, киноэстетику. Для этого все-таки необходимо иметь, скажем так, тонус мышечный, ментальный для концентрации. Иначе это все будет не точно, не стопроцентно. Победить в таком состоянии будет невозможно. Ну вот вы бы, Оль, сравнили этот матч с такой своеобразной тренировкой? Да, конечно. Это чисто тренировочный матч. По тому, что происходит, это очень часто именно так и выглядит в тренировках. Когда спортсмены проверяют себя и на прочность, и на легкость игры, когда играют столько, скажем, без концентрации, а именно в ритме. Почувствуют себя, почувствуют ритм, почувствуют свое подсознание, то есть неосознанную игру. Протренировывают. Да, это один из таких тренировочных моментов присутствует. Очень похоже. Невозможно всегда играть в концентрации. Невозможно. Солтовский сейчас пытается подтянуться к Диане. Помним мы, что он отставал в счете на 8 шаров. Взял себя в руки. Молодец. Вспомнил. Вспомнил, что ведется счет, что это не просто тренировка, да, а с математическим уклоном. Ну, сейчас не было такого, по-моему, смысла сыгрывать с подбоем. Позиция все-таки открытая, поэтому он себе позволил, наверное, по этой причине был просто удар. Забитие, я имею в виду предпоследний шар. Итак, если я правильно услышал, 8-4 с таким преимуществом одержал победу в этой партии Солтовский. Это значит, что у него на счету 41 попадание, а у Дианы 45. А времени остается... Остается около 19 минут. До... Ну вот. Примерно так и есть. По времени. По счету угадали. Попали. Катит, катит. Сюда биток к угловой лузе, но он отбортнулся здесь в желтый. Но я думаю, сейчас чем ближе к окончанию, тем больше азарта будет у обоих спортсменов. В частности, у Солтовского, который в счете пока уступает. Все-таки думается мне, что... Покажет еще седьмой. Хочется ему, да, все-таки одержать вверх в этом таком тренировочном споре. Но Миронова, собственно, тоже своего не хочет отдавать абсолютно правомерно, поэтому продолжает наращивать количество точных попаданий. Ну, кстати, можно какую-то статистику пока о них рассказать. Например, Солтовский Евгений провел многоофициальных 106 турниров. У него было 435 встреч на данный момент. Ему, получается, у него 24 года, ему 22 года, да, у нас? 22, получается, да. А Диана провела чуть больше, 113 турниров, 549 встреч. И ей 20 лет. Диана начала заниматься бильярдным спортом в 8 лет, хотя увидела его раньше чуть по телевизору. Насколько я понимаю, папа там сыграл роль решающего выбора, да, и привел Диану в бильярд. И вот в возрасте 12 лет она дошла до финала крупного международного турнира, так вот нежданно-негаданно для многих в таком раннем возрасте. И с того момента, собственно, заявила о себе, как о спортсменке с большой буквы, ну и продолжает раз за разом этот факт доказывать, подтверждать на деле. Кстати, вот день рождения у нее был как раз в первый день, точнее, в день регистрации на Кубок Мэра 9 мая. Хорошая дата во всех смыслах. Победная. Да, и несет она эту... И несет она эту победу по жизни. 8-0 не предоставила сейчас своему оппоненту Миронова шанс. Ольга сейчас полезла в дебри статистических изысканий. Видимо, что-то интересное на наш с вами суд, на ваш суд предоставит. Я, как внимательный слушатель, буду внимать. Нет, давайте не будем в дебри лезть. Посмотрим. Посмотрим затем, как Миронова точна в очередном разбое. Было видно, насколько Диана сконцентрирована. Причем это не было натужно, это было четко. Она вошла в свой именно тренировочный ритм. Вижу ее. Как в тренировке. Четко совершенно. Вы знаете, ставлю на Диану Миронову. Вот так вот, просто в таком шутейском пари. Кто бы поставил против, скажите. Остается еще 13 минут до окончания этого матча. У Салтовского есть шансы для того, чтобы попытаться в свою сторону маятник качнуть. Ну вот, как будто услышал сейчас Женя. Мощность под боем, молодец. И вновь попадает третий подряд. Давайте, кстати, может, немножко еще скажем про организаторов турнира. Это при поддержке правительства Москвы. Московский союз бильярдного спорта. Который раньше назывался. Московская конфедерация бильярдного спорта. Был переименован и получил четырехлетнюю аккредитацию. Москомспорта. Было совсем недавно. Состоялось торжественное вручение документа государственной аккредитации. Соответственно, подтверждает наличие статуса региональной спортивной федерации. Ну и при участии российской газеты. Этот турнир также проводился. Совершенно верно. Ах, не попадает здесь Диана. Ошиблась. Ошиблась при игре прицельным. Но у Жени есть прекрасная игра в середину. Да не одна. Такой непростой очень удар. Сверху вниз. Вы представляете, как же там надо идеально точно попасть, чтобы не свело биток. А угол по отношению к центру был такой сложный. Молодец. Женя очень хороший удар делал. Ну и вышел под середину. Тут стоит очевидный шар. Уже давно. Ну вот такое ощущение, что сейчас подбирается Салтовский к Мироновой в плане счета. Думаю, что сейчас будет где-то рядом разница шара в 2 в 3. Если опять же... Да, вот сейчас слышим 7 шаров у него. И... Нет. И без подготовки просто на... На шару. Да. 7-3. Ну вот 3 шара у Дианы. Посмотрим, сможет ли еще что-то себе в этой партии в актив добавить. Называется удар от вольного. Еще мы его назовем. Почему от вольного? Когда уже... А, так. От вольного. Что будет, то и будет. Русский авось. Да, да, да. Никуда не девающийся с годами. Что воля, что неволя. Но после такого удара нужно сосредоточиться, я имею в виду, да, и следующую партию сделать. Понадежнее. Еще до встречи 56-49 минут у нас сыграно 40 минут. Остается 10, даже не 10, 12 минут у нас до окончания. Напоминаем, что 52 минуты отберено спортсменам для того, чтобы определить сильнейшего. Ну и в 7 шаров выигрывает сейчас Диана. На самом деле неожиданно для спортсменов, точнее даже для Дианы скорее, что она закончила игру, она закончила турнир, а ей предложили сыграть такой новый формат. И внутренние, вот этого настроя боевого, уже, казалось бы, нет. И в то же время, посмотрите, она местами, ну, очень качественно, сосредоточенно играет. Говорит о том, что вот человек как пионер всегда готов. Как могло бы быть по-другому в отношении Мироновой? Не представляю себе. Ну, очень много в ней вложили, конечно, родители в этом плане. Сергей Бауров, стоит думать. Да, и Армейн Баклачан, который тоже вырастил, и Сережа Бауров, да, и очень много ей дали. Я просто знаю, какие родители, сколько они вкладывали, поверьте, ей повезло с родителями. Замечательно совершенно. Ну, соответственно, и им повезло с дочерью, которая их слышала, слушала. На кого больше она похожа, на маму или на отца? Комплексно. Да, абсолютно точно комплексно. Здесь нельзя это выделить, какого-то конкретного. Именно поэтому получился такой результат отличный. Потому что она очень добрая, да, очень такая мягкая, любит своего брата, заботится о нем. Естественно, родители любят заботиться о них, говорят все время о них. Я говорю про Диану, потому что я с ней знакома. С Евгением не знакома, не могу ничего сказать. Аналогично. Про Диану, поэтому могу. И, поверьте, это заслуга большая родителей и ее самой. И она очень хорошо учится, несмотря на то, что с этими разъездами не так часто в институте. Так, играет через весь стол практически свой К, здесь загубляется шар. Поторопилась, на мой взгляд, сыграть. Но вообще они торопятся оба, и формат данной встречи, он отчасти требует этой торопливости. То, что времени остается все меньше и меньше для того, чтобы шары себе в актив добавить. Очень красивый удар через третий шар. Такой, не сильно надежный. И поэтому, наверное, Евгений постарался. И второй падает. Концентрировался. Конечно, хотел, наверное, Женя его оставить, чтобы продолжить туда скатывать. Но... Слишком сильно ударил. Получилось. Вы знаете, с другой стороны, сыграл бы я чуть тише, кто знает. Может быть, он как раз бы и не смог сделать точного удара. Иногда длина сопровождения влияет на результат. Вот опять поторопился и мимо. Знаете, эта игра напоминает мне игру с таймером. Когда затягивается встреча, бывает ситуация, когда игроков ставят на таймер. И что это значит? Это в течение 35 секунд должны игроки произвести удар. Соответственно, спортсмены начинают торопиться. Нервничать. Да, нервничать, скорее торопиться. А из-за того, что они торопятся, они начинают играть хуже. Ну, концентрация тоже теряется. Концентрация, да. Не успевает концентрация, скажем, они не успевают ее задействовать. Ну, вот мы тоже сегодня с коллегой Лобачем говорили на эту тему. И отмечали очень интересный факт. На этом турнире, на Кубке мэра Москвы, была ситуация, когда матч затягивался. То есть там при счете 1-0 на параллельном столе матч уже закончился до 4 побед. А вот на том столе, где играла Плотникова, счет был 1-0. И судьи, в соответствии с новыми правилами, просто перевернули табло. По партии. Да, по партии. Мы сделали счет с 1-1, увеличили на 2-2. Припустали им каждый по партии. Приблизили к решающему счету. Вот раньше таких решений видеть не доводилось. Так что своего рода новшество. Ну, потому что есть регламент у турнира, и у всех игр есть временной регламент, фактор. И здесь достаточно лояльно относятся к игрокам, даже которые долго играют. Ну, потому что это все-таки иногда имеет значение. Может быть, одну партию, может быть, полтора часа сыграть по отыгрышу, очень вдумчиво и вкрадчиво. А потом за 10 минут сыграть всю остальную встречу. Такое тоже реально возможно сделать. И судьи не имеют права, я имею в виду морального, мешать этому процессу. А вот когда понятно становится, что вся игра строится именно таким образом, и расчет именно на то, что соперник не выдержит. Тут, конечно, они могут вмешаться. Потому что так играть, наверное, лучше потратить время на тренировки и научиться забивать, а не только в отыгрыше играть и ждать, когда тебе что-то дадут. Из твоего реально имеющегося, скажем так, в арсенале умений. Все-таки надо натренировать больше, скажем так, широкую линейку своих ударов. Ассортимент. Ассортимент своих ударов надо расширять. Идите, тренируйтесь. Не надо здесь затягивать турниры. Уж простите меня, те, кто любит долгую игру. Позиционную. Позиционную это хорошо. Но никогда это только на этом все и... Да, когда все от этого пляшет, отталкивается, да. Не самый лучший вариант и для телезрителей в первую очередь. Но у нас совершенно сейчас другой формат, поэтому думается... Да, у нас очень натренированные спортсмены. Не боятся практически никаких ударов. На самом деле есть такое мнение, что любой шар на столе можно забить. Ну, с определенными оговорками, это так. А сейчас какой выход, да, и заслуженные аплодисменты. Прямо... Совершенно идеально. Микроскопически сейчас Миронова подтолкнула сюда шар к середине, и второй упал следом. Прямо отвечу 64-53. Осталось 5 минут. Вот так. Немного, немало. 64-53. 5 минут у спортсменов. Ну и посмотрим, сколько за это время смогут они прибавить себе в счете. Разница у нас 11 шаров, да? 64-53, да, 11 шаров впереди Миронова. Ну и мы напоминаем, что вот время для установки пирамиды, естественно, оно не останавливается, оно продолжает идти. И тут тоже своего рода может быть тактика, если кто-то делает серию, да, то немножко может он так притормозить в своих подходах к столу, дабы... Ну, они не будут. Да, понятно, да. Он так не будет делать, а тут еще сложно для Евгения, потому что шары при сильных ударах долго катятся. Ему нужно играть четко, с накатом, я имею в виду, к лузе подкатывать, а не делать выхода через всю поляну, потому что на это тратится время. То есть у него задача две пирамиды, чтобы успелось сыграться. За эти 5 минут. Причем, чтобы он забивал. Тогда у него есть шанс догнать. Ну вот, пока не точен был в этом ударе. Сейчас Диана будет пробовать уйти в отрыв. Конечно. Свояка на центр, наверное, играет. Да. Совершенно верно. Подкатывает. К угловой уровень. Сюда в угол, да, как близко. И, похоже, что... Игра есть. Да, есть игра, есть куда отрываться дальше. Ну, кажется, она слегка подыгрывает Жене. Она как бы дает ему такой мини-вызов, что ну давай, вот тебе позиция, попробуй. Интересно. Интригу создала. Можно назвать это такой доброй спортивной провокацией. Так и есть. Элемент шоу получился благодаря Диане. Надеюсь, он на выход на центр сделал. Да, как же сильно раз за разом Салтовский отправляет шары по назначению и с таким характерным отзвуком отвечает Луза. Иногда думаешь, господи, как бы стол не сломал. Не сломается. Я иронизирую, конечно. У нас хорошее качество столов. Ну да, катаются шары очень долго. Может не успеть. Итак, вот по моему таймеру остается что-то около полутора минут. Тогда вряд ли. Установка пирамиды тоже займет время. Так интересно, что у него внутри происходит. Есть ли хотя бы маломальское волнение сейчас? Ох, невозможный удар. Браво! Аплодируем вместе со зрителями на трибунах. Кого стоит? 8-1. Именно эти цифры сейчас судьи добавляют к общему счету. Получается, что у Мироновой 65, а у Солтовского 61. Счет 64-62. Осталось 2 минуты. Да, вот так вот. 64-62 и 2 минуты. Хотя я не очень понимаю, если счет 8-1, как могло у Дианы остаться 64. Ну, она сейчас озвучила, я думаю, этот момент. А, нет, они выбирали, кто разбивает. Ну, может быть, в прошлый раз они озвучили не совсем верно. Может быть, да. Как-то подкорректировали. Он молодец какой. Отталкиваемся от тех цифр, которые озвучили у нас судьи у стола. Если было 64-62, то сейчас 64-63. Ну, тогда у них обоих сейчас интрига. Да. Интриговых. 65-64 в пользу Солтовского. Ну, и теперь сами судьи там, по-моему, вместе со спортсменами смеются. Осталась 1 минута. Три шара выигрывает сейчас Беларусь. Вот видите, Оль, мы с вами подумали, что не успеют, а время вот так вот неумолимо и скоротечно, и оно сейчас играет на руку Солтовского. Игра настоящая, интригующая. Тут воедино несколько факторов сошлись. И разбой, который судьи назначили Евгению. И счет, который... Какие стремительные удары у Евгения. Быстрее, быстрее командует Миронова. Она ставит биток так, чтобы пирамида разлетелась. 70-64, озвучили, нет. Но не забила. Итак, со счетом 70-64... Итак, мы поздравляем Евгения Солтовского, который одержал победу со счетом 70-64 в этой свободной пирамиде, ограниченной во времени 52-мя минутами. Благодарим спортсменов обоих за яркую игру. Ну, и на этом с вами прощаемся. Благодарим коллег за помощь в работе. Комментировали для вас Юрий Царицын и Ольга Левина. Всего доброго, дорогие друзья. Играйте в бильярд. Хорошего вечера. Всего доброго.